МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Витненском перинатальном центре прошла выписка 50-тысячного ребенка. От всей души поздравляем! Теперь вы многодетные. Российскому производственному объединению «Албис» исполнилось 25 лет. В первую очередь нас знают как потолочная компания, потому что компания «Албис» специализируется в основном на выпуске потолочных конструкций. В детском саду «Колобок» отметили Международный день светофора. Желтый, подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Выписка новорожденных детей из родильного дома всегда волнительное событие для каждой семьи. В Витненском перинатальном центре состоялась юбилейная выписка 50-тысячного ребенка. В Витненском родильный дом в 2013 году получил статус перинатального центра. С тех пор в стенах здания на свет появились десятки тысяч детей. И вот в торжественной обстановке прошла юбилейная 50-тысячная выписка. Счастливых родителей пришли поздравить почетные гости. От всей души поздравляем. Теперь вы многодетные, но все равно на этом желаем не останавливаться. Молодцы. И сегодня ваша дочка 50-тысячная стала в перинатальном центре. Желаем, конечно же, здоровья. Новорожденная Альфина стала третьим ребенком в семье Рината и Динары Ханбековых и вторым появившимся на свет в Витненском перинатальном центре, который давно занимает ведущие позиции по качеству оказываемых услуг. Здесь работают высококлассные врачи и постоянно обновляется медицинское оборудование. Действительно, события важны не только для Ленинского городского округа, но и, наверное, и для Московской области в целом. Потому что таких событий случается очень редко. И сегодня мы здесь, конечно, не могли не поздравить родителей счастливых, малышку посмотреть. Благодаря тому, что в учреждении вводятся современные методики, народы сюда приезжают также из других регионов России, в том числе с тяжелыми патологиями беременности. 50 тысяч – очень красивая цифра. И я горжусь этой цифрой и горжусь тем, что каждый год из стен нашей фабрики по выпуску детей выпускается по 6 тысяч новорожденных детей. И хотя забирать ребенка из родильного дома для отца семейства уже дело привычное, от этого оно не стало менее эмоциональным событием. Нам приятно, что все приехали, поздравили. Еще раз спасибо сотрудникам этого заведения, как я скажу. Нам очень помогли второй раз и сейчас. Моя жена очень довольна родами. Здесь очень все нравится. По завершении выписки все участники мероприятия сделали общее фото на память. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В этом году российскому производственному объединению «Албис», расположенному на территории Ленинского городского округа, исполняется 25 лет со дня основания. По случаю юбилея на заводе прошло торжественное мероприятие – поздравить сотрудников компании, ставшей одним из лидеров. По изготовлению отделочных материалов приехали почетные гости. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. За четверть века от средней по масштабу деятельности компания «Албис» превратилась в одного из лидеров российской строительной отрасли. Завод производит отделочные материалы для аэропортов, метрополитена, стадионов и торговых центров. В первую очередь нас знают как потолочную компанию, потому что компания «Албис» специализируется в основном на выпуске потолочных конструкций. Кроме этого выпускают фасадные системы, фальшпол и чистые помещения для медицины. В период пандемии продукцию компании успешно использовали для строительства ковидных госпиталей. Мы участвуем практически в строительстве практически всех ковидных больниц, их более сотни. И наша продукция практически везде используется в этих больницах. Это чистые помещения, это стены, это потолки. Три производственных цеха «Албиса» общей площадью 15 гектаров расположены в нашем муниципалитете. На предприятии трудятся более тысячи человек. Ирина Кузнецова работает главным бухгалтером в компании уже 17 лет. За эти годы работа мы и наша компания изменялись вместе с нашей страной. Постоянно развиваемся, новые технологии, новые виды деятельности осваиваем. В честь 25-летия предприятия на заводе состоялось торжественное награждение сотрудников. Поздравил специалистов компании глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Вы за четверть века настолько выросли, что ни один крупный проект в нашей стране не обходится без вашей работы. За это вам огромное спасибо. Отдельное спасибо хочу сказать за эти два непростых года и вашей работы на благо больниц нашей страны. И сколько человеческих жизней спасли вы. Об этом, наверное, невозможно посчитать. Поэтому спасибо вам огромное. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко пожелал компании дальнейшего развития и плодотворной работы на благо нашего муниципалитета. Мы гордимся, что такое предприятие с такой замечательной, знаковой историей, история развития, работает с такими заслугами перед Московской областью, Москвой, я сегодня послушал, перед всей Россией. Действительно работает на нашей территории Ленинского городского округа. Спасибо вам большое. Я от всего Совета депутатов хочу поздравить вас с наступающим юбилеем. Более тысячи проектов «Аудису» удалось реализовать на территории России и в других странах. И как отмечают все, без исключения сотрудники предприятия, высокие показатели в строительной сфере – это лишь начало яркого и полного новых свершений пути. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ Немногим больше месяца остается до 19 сентября – единого дня голосования. На текущий момент время подачи документов кандидатов в депутаты на регистрацию уже завершено. И сейчас идет процесс выдачи удостоверений. Одним из обладателей заветного документа стал Владимир Жук. Для меня это тоже событие. Удостоверение дает теперь право полноценно работать, вести регистрационную кампанию, проводить встречи. Поэтому постараюсь оправдать доверие. Ну и, конечно, работаем только на победу и надеюсь на доверие жителей. Владимир Петрович – опытный парламентарий. Уже пять лет он работает в Мособлдуме и хорошо известен жителям нашего округа своими делами и активной позицией в помощи людям. Напомним, что в сентябре избирателям Ленинского округа предстоит выбрать депутатов Государственной думы, а также Московской областной думы. Избиратель, когда придет на избирательный участок у нас, на нашей территории, он получит четыре вида бюллетеней. Два бюллетеня по Государственной думе и два бюллетеня по Московской областной думе. Первый бюллетень – это партийные списки, где избиратели голосуют за партию, не за кандидата. И второй бюллетень – это как раз кандидаты-одномандатники. В избирательной кампании 2021 по нашему муниципалитету на кресло народных избранников Госдумы претендует 13 человек, а в Мособлдуму – 5 или 6. Документы одного из кандидатов еще находятся на проверке. В совхозе имени Ленина частично решена проблема жителей дома номер 16. Здесь от подъезда в здание к детской площадке ввели две асфальтированные дорожки, которые местная управляющая компания, не объясняя причин, демонтировала. Принимая во внимание, что в доме живет ребенок-инвалид, это создало большие неудобства для местных жителей. Но теперь усилиями руководства муниципалитета проблема решена. Максим Козлов расскажет подробнее. Чуть меньше двух месяцев назад к нам в редакцию обратилась Татьяна Цуканова, бабушка-ребенка-инвалида Даниила Джан-Джулии. Она рассказала, что между спортивной площадкой и 16-м домом местная управляющая компания «Зао-совхоз» имени Ленина «Плюс» демонтировала пешеходные дорожки. Просто шла с работы и обалдела. Все снимается, все убирается. Здесь стоял эскаватор, вот там уже. Счищал асфальт. Потом уже здесь, вот на второй день. И вот здесь тоже трактор проходил с ковшом и рассыпал вот этот гравий. Такой поворот событий жителей не устроил, и они обратились в управляющую компанию с просьбой восстановить дорожки. Ответ, мягко говоря, всех удивил. Собственником территории вокруг спортивной площадки у многоквартирного дома номер 16 является администрация Ленинского городского округа. В связи с чем управляющая компания не может производить работы по благоустройству указанной территории. Тот самый случай, когда ломать не строят, еще и на чужой земле. В ситуацию вмешалось руководство территориального отдела «Картинский» и депутаты округа. И совсем скоро рядом с площадкой появилась строительная техника. Обратились к муниципалитет, и сейчас мы уже видим результаты этого обращения. У жителей дома номер 16 появляется безопасный проход на спортивную площадку напротив подъезда. Она выполнена из брусчатки, и все оказалось достаточно просто. Всего два дня понадобилось рабочим муниципальной компании «Дорсервис», чтобы ребенок-инвалид Даниил Джан-Джулия мог быстро и комфортно попадать на спортплощадку. А местные жители, вдохновленные помощью муниципальных властей, уже ждут продолжения. Потому что здесь была дорожка, ходили здесь. А сейчас они ходят по обсуду. Куда не взлите. И что-то затапкивают. Видите, что все равно будут ходить. Я вам серьезно говорю. Пока здесь не сделают дорогу, все равно будут люди ходить. Эти 10 метров никто не будет обходить. Ваше мнение, второй дорожки тоже будет? Конечно. В очередной раз муниципальным властям приходится нивелировать действия совхозных структур, подконтрольных Павлу Грудинину. Интересно, какие еще сюрпризы приготовлены для жителей поселка. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В детском саду «Колобок» отметили Международный день светофора. Сотрудники госавтоинспекции посетили дошкольно-образовательные учреждения, где участники оздоровительного летнего лагеря подготовили для гостей представление на тему безопасности дорожного движения. На праздники побывала и наша съемочная группа. Подробности расскажет Юлия Погасьян. 5 августа во всем мире отмечается День светофора. Устройство очень полезное, о котором знают даже малыши. В детском саду номер 2 «Колобок» правила дорожного движения ребята изучают с любопытством. Во дворе учреждения даже есть специальная площадка с разметкой и знаками, где дети вместе с воспитателями по этому случаю подготовили развлекательную программу. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Наши ребята сегодня показали все свои знания, навыки, которые они приобретают в течение учебного года. И сотрудники ГИБДД тоже внесли свою лепту, дополнили этот объем знаний. И вы видите такое прекрасное мероприятие. Сегодня мы провели, отметили день рождения светофора. Главными действующими лицами представления стали ребята, которые посещают летний оздоровительный лагерь при детском саде «Колобок». Сотрудники госавтоинспекции, которые в день светофора посетили праздник, остались приятно удивлены эрудицией ребят. Я знаю правила дорожного движения, что всегда нужно их соблюдать, никогда их не нарушать, особенно водителям. Когда горит красный свет, то нужно стоять, потому что в этот момент едут машины. И в этот момент, когда ты идешь, может тебя машина сбить. В зеленый момент уже ты можешь идти. Первый светофор появился в 1914 году. Тогда он имел только два цвета – красный и зеленый. Привычный нам вид светофора люди увидели в 1920-м. Устройство, регулирующее дорожное движение, необходимо не только автомобилистам. Передвижение пешеходов без светофора было бы невозможным. Особенно сейчас, когда дорожный трафик значительно увеличился. Особое внимание ребят сотрудники госавтоинспекции обратили на безопасность передвижения на самокатах. Этот вопрос в округе стоит остро. С начала года было зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Уважаемые родители, еще раз вам напоминаем, что ребенок, когда переходит проезжую часть, он должен слезть и с велосипеда, и с самоката, и ножками перейти в проезжую часть, держа за руль свое транспортное средство. В конце праздника инспекторы ГИБДД подарили ребятам светоотражающие браслеты, которые в вечернее время позволяют водителям замечать пешеходов на дороге. Детский сад, в свою очередь, презентовал госавтоинспекции «Большой пирог». Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!